Всем привет! Продолжаем рассматривать картины известных художников. Сегодня Николаес Пекеной. Голландский художник фламандского происхождения Пекеной, возможно, был учеником Корнелиса Вандер Вурта, а Вандер Хелст – его собственным учеником. Пекеной – сын антверпенского монументального каменщика Элиса Клайсона Пекеное. Пекеной нарисовал картину Шукерстуккена, амстердамское стрелковое ополчение, кровителем которого был Святой Себастьян в 1659 году Вандер Хелст. Самая ранняя картина, приписываемая художнику, это остеологическая презентация доктора Себастьяна Экберса де Врия 1619 года. Сейчас находится в Астердамском историческом музее. Рассвет творчества Пекеноя приходится на 1630-1637 годы, период отмеченный высоким художественным уровнем и многочисленными заказами видных меценатов. После 1637 года он стал мало писать, за исключением ряда престижных и прибыльных групповых портретов. Помимо портретов он написал небольшое количество библейских сюжетов. Я пользуюсь переводной Википедией, зачитываю переводную часть. В 1624 году Пекиной был один из самых востребованных портретистов в Амстердаме. И этот статус он сохранил до прибытия молодого Рембрандта Ван Рейн. Дом, который купил Пекиной, десятилетиями был центром портретной живописи Амстердама. В 1639 году Рембрандт вернулся в этот район и купил рядом с Пекиноем дом. Как и Рембрандт, Пекиной не смог получить ссуды, поэтому через 8 лет продал дом. Творчество Пекиноя сложно отличить от произведений некоторых его современников. Типичным для Пекиноя является яростно проникающий свет, как написано в Википедии, который заставляет резко выделять головы, несколько преувеличенные жесты, большие зеленовато-коричневые тени и глаза странной формы. Стиль Пекиноя оставался неизменным на протяжении всей его карьеры. Гладкая техника, тщательно прорисованные ткани, четкие контуры с более мягкими тенями. Умер Пекиной в 1653 или в 1656 году. Дата точно неизвестна. Ну вот и все, что мне удалось найти о Николаесе Элиасон Пекиной, голландский художник фламандского происхождения. Все, всем пока, всем привет, до свидания, познакомимся с работами этого художника.